Сергей Шмырко приехал в Пронское еще в 89-м. Тогда мужчина и представить себе не мог, что на живописном поле через дорогу от деревни сначала будут добывать песок в промышленных масштабах, а затем свозить бытовой мусор. На площади 95 гектаров было закопано порядка, ну по-скромному, не менее 4 метров мусора и в некоторых местах там больше. Сделаем простой расчет, получим порядка 8 миллионов тонн мусора, который попадает, все это гниет и попадает в речку Сетунь, которая попадает в Москварику. Возили туда твердые бытовые отходы. Мы это все видели, и все там было с соответствующим запахом. Когда экскаватор тогда, в прошлом нашу встречу на этой площадке, капнул там, все было видно невооруженным взглядом. Компания такая сервис от этого долгое время отказывалась. Недавно я разговаривал с вашим уходом, с дельцем, он признался, да, такие факты были обнаружены, проверки уже деятельности внутри компании. Я с этим согласен. Новый директор компании ТЭКО-сервис Сергей Корниенко с гордостью показывает дробильный комплекс. В Пронском он появился недавно, хотя уже давно должен быть здесь. Предполагается, что он будет перерабатывать строительные отходы от московской реновации и производить фракцию, которую можно использовать в качестве рекультиванта. Все согласно проекту, говорит Сергей Валентинович. Мы придем все равно на уровне района, области к тому, что здесь должен быть, согласно данной установке, проводиться рекультиван, который будет делаться пересыпка. Тогда эта чаша будет заполняться, тогда эту землю можно восстановить в том объеме, который здесь будет город-сад. 14 июня этого года, этого года, огромное количество строительного мусора, который свален на земле, без какой-либо подложки, на земле сельхозназначения, земле второго пояса зоны санитарной охраны Московского водоканала. И это дело водопровода, это делать категорически нельзя. Сергей Корниенко на посту генерального директора с апреля, поэтому, наверное, не знает про договоренности, которым пришли на совещание в Министерстве экологии региона в августе прошлого года. Согласно им, для того, чтобы вернуть карьеру, первозданный вид должен использоваться только грунт. Этот земельный участок входит во второй пояс зоны санитарной охраны Московского водопровода, а значит, проект, предусматривающий для рекультивации строительные отходы, может быть экологически опасен. Снос, который мы видим, он явно содержит все, что не нужно, и в самой экологической экспертизе четко написано, нельзя применять во втором поясе зоны санитарной охраны Московского водопровода. Это должна быть отозвана лицензия, нужно снова выходить в суд на аннулирование лицензии, именно по работе с отходами четвертого класса опасности. Этому оценку даст Министерство экологии, проверит все те экспертизы, которые проходили в свое время по этому проекту, и вынесет определенное решение. Если этот проект действительно экологически опасен, тогда лицензия будет отозвана, и проект нужно будет переделать, получать заново. Представитель Министерства экологии и природопользования региона на круглом столе в ДК Герцена подтверждает, договоренности о рекультивации только грунтом были, и их никто не отменял. Нарушения на карьере Евгений Перьярченко увидел, но озвучивать не стал. Этот выезд не имеет статус проверки. Обращение жителей основания для проведения внеплановой проверки карьера в Пронском. В прошлом году провести ее не позволила прокуратура. На этот раз поводов для несогласования нет. Уже в ближайшее время представители Министерства экологии должны посетить объект. Я надеюсь, что это будет сделано по методологии, но чтобы проверка была обязательно с шурфинием на большой достаточной территории, а не на глубину штыка с поверхностного слоя, который мы сегодня видели. Конечно, там ничего не обнаружили. Проверку надо делать на глубине 5-6 метров и в определенных местах. Генеральный директор ТЭКО-сервис не устает напоминать, компания работала и будет работать в правовом поле. Одни документы, по его словам, не являются обязательными к исполнению. Постановления надзорных органов обжалуются в суде. Андрей Иванов надеется на конструктивный диалог с новым руководством предприятия, но вопросов к деятельности последнего еще немало. Достаточно ли мощности дробильный комплекс установлен в Пронском? Не будет ли свозиться на карьер мусор в обход его? И если закон не нарушается, то зачем грузовикам прятаться? Пока мы сюда ехали, в некоторых дворах мы видели прячущиеся машины, которые, видимо, ждут сигнала, когда можно заехать. И вы все видели, когда мы проезжаем. То есть они где-то там не в таком количестве, безусловно. Вот такие, так скажем, движения компании, они нас опять начинают настороживать очень сильно. Зачем машина прячется? Задам я себе вопрос. Две машины? Две машины. Я тоже не понимаю, почему они там стоят. Но это не машина, которая взялась. У нас здесь мусор. Ситуация в Пронском остается на контроле в администрации Одинцовского района и МОС облдуме. На объекте по-прежнему будут работать сотрудники ЧОПа. Продолжится и круглосуточная трансляция в интернете. Но самое главное, на 11 июля запланировано рассмотрение кассационной жалобы Министерства экологии региона. Дальнейшая деятельность компании ТЭКО-сервис, а территориально она не ограничивается. Деревня Пронская, охватывая еще Никифоровская и Власова, во многом будет зависеть от того, какое решение примет суд. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.